Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Компании-экспортеры Башкортостана за четыре последних года получили 410 миллионов рублей субсидии на возмещение части затрат на логистику. Объем поддержанного экспорта составил 38 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава регионального Кабмина Андрей Назаров. В частности, в 2022 году на покрытие расходов на транспортировку направили 50 миллионов рублей. Объем поддержанного экспорта составил 2 миллиарда. Экспортеры также могут возместить часть затрат на получение международного сертификата. Комплекс этих мер поддержки позволил за три года нарастить поставки зарубежней сырьевых неэнергетических товаров на 30%. Таким образом, его доля в общем объеме увеличилась с 45 до 66%. Если раньше, допустим, в Европу было бы комфортно отправлять, то сейчас, допустим, в сторону Азии, но логистика, конечно, будет не конкурентна с теми регионами, например, как Иркутская область, или Бурятия, или Приморский край. И дабы конкурировать, и завоевывать, и раскручивать свои марки, вот эти вот, Made in Bашkakastan, допустим, да, я считаю, что это правильная мера поддержки. Я бы, может быть, добавил, чтобы, например, эта поддержка распространялась только для, например, с зонтичными брендами. Еще одним эффективным способом наращивания несырьевого экспорта власти считают организацию бизнес-миссий. В прошлом году представители Башкортостана посетили 8 стран. В них приняли участие 77 предпринимателей. По итогам встречи с зарубежными партнерами они заключили 21 контракт на 4,5 миллиона долларов. И еще 14 контрактов на 1 миллион 300 тысяч долларов удалось заключить компаниям Башкортостана за счет участия в международных выставках. Урал технострой Тумазы Химмаш планирует в этом году увеличить производство почти вдвое. Предприятие выпускает оборудование для металлургических предприятий, атомной энергетики, добычи, переработки нефти и газа. В частности, в линейку продукции входят колонные аппараты, теплообменные системы, отстойники для воды и нефти, холодильники для коксового газа. Оборудование идет на производственные площадки «Газпрома», «Газпромнефти», «Татнефти», «Северстали» и другие крупные российские компании. Накануне «Уралтехнострой» Тумазы Химмаш посетила правительственная делегация. В ходе встречи с руководством завода обсуждались вопросы республиканской поддержки и планы дальнейшего развития предприятия. На заводе работают 570 специалистов. Для обучения будущих сотрудников выстроено взаимодействие с Тумазинскими колледжами – индустриальным и агропромышленным. Вместе с администрацией района сейчас прорабатывается вопрос организации вахтового метода работы для сельских жителей. 257 населенных пунктов Башкортостана находятся в зоне риска потопления. Там проживают порядка 80 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирик Сагитов. По прогнозу Башгидромета, опаводок этой весной будет не такой высокий, как в прошлые годы. Спасательные службы уже начали подготовку к предстоящему сезону. Ликвидацией последствий наводнения займутся более 15 тысяч спасателей. Они будут использовать более 3000 единиц спецтехники, в том числе 6 беспилотников. 14 марта проведем смотр сил и средств для оценки готовности личного состава и техники, заинтересованных министерств и ведомств. А 15 и 16 марта у нас запланировано проведение командно-штабных учений по отработке вопросов, ликвидации ЧАЭС, возникающих перед прохождением весеннего паводка. При необходимости в республике могут развернуть 450 пунктов временного размещения для пострадавших от паводка. Отмечу, что основной причиной половодия являются талые воды, которые из-за засорения ливневой канализации и каналов водоотведения не могут уходить в реки. И в продолжение темы госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в Башкортостане предлагают увеличить на 680 миллионов рублей. Проект поправок в постановление правительства подготовил Госкомитет по ЧАЭС. Программа рассчитана на 2018-2023 годы. Если изменения будут приняты, расходы на ликвидацию последствий катастроф в 2022 и 2023 годах вырастут с 6 миллиардов 200 миллионов до 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Большая часть дополнительной суммы, 570 миллионов, придется на бюджет республики. Еще 106 миллионов обеспечат за счет федеральных средств. Отмечу, что в программу снижения рисков и смягчения последствий от ЧАЭС в Башкортостане входят такие проекты, как пожарная безопасность, обеспечение безопасности людей на воде и развитие системы «Безопасный город». Согласно целевым показателям программы, ущерб от чрезвычайных ситуаций в этом году в республике не должен превысить 2,5 миллиардов рублей, а количество погибших и травмированных – 525 человек. Качество прогнозирования возникновения ЧАЭС вырастет до 70%. Улицы архитектора Рехмукова и Мусыгареева в Уфе построят Дор-Трансстрой. Компания выполнит работы по начальной максимальной цене контракта за 223 миллиона рублей. В обоих конкурсах, проведенных по заказу администрации Уфы, участвовали по два потенциальных подрядчика. Победитель набрал больше баллов при оценке квалификации. Новые улицы будут проходить от Комсомольской до Рудольфа-Нуреева. Их проложат по двум сторонам квартала, где возводится центр спортивной борьбы. Протяженность улицы Мусыгареева составит 493 метра, архитектора Рехмукова – 457 метров. Расчетный поток машин на них в ближайшие 20 лет оценивается почти в 6 тысяч в сутки. В обязанности подрядчика войдут земляные работы, обустройство проезжей части, тротуаров, установка дорожных знаков и остановок. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на руках.